Ну, все, нажал. Пошло. Готов? Да. Тогда начинаем. Всем привет, на связи CJ Alayz. Отходим от Нового года, запускаем заново воскресные стримы. Мы в этом году хотели бы закончить тему моделинга оружия, и в этом нам поможет Евгений Петров. Евгений, поздоровайся. Добрый вечер, здрасте. Сегодня мы поговорим о отличиях между кат-моделированием, которое нам предлагал на прошлом стриме Александр Халиман, Николай Бутенко и... Ой, все, я сейчас всех перепутываю, извините. Вот. Который нам предлагал Александр, Николай и Дмитрий. И сегодня мы сравним это с классическими способами моделирования. И давайте начнем с того, что познакомимся с Евгением. Он, в принципе, нам всем известен по известному уроку моделирования пистолета Springfield. Как ты попал в индустрию? Что тебя привлекло? Как ты дошел до жизни-то такой? Как ты из обычного Евгения превратился в автора урок? Ну, не знаю. Ну, наверное, можно с самого начала начать. Вообще, мне кажется, довольно интересные истории у всех около русскоговорящих людей, потому что нигде школ никаких нет. И, типа, каждого человека интересно послушать, где он начинал и как все было. Я, как обычно, учился в школе, потом в универ пошел на программиста. Проучился пять лет на программиста, получил диплом и понял, что я вообще не программист. Мне не получалось. Ну, как, то есть, чуть-чуть получалось, но так, чтобы именно программировать мне как-то не хватило. Я пошел на обычную работу. Кстати, я монтировал ролики на YouTube. И так уж вышло, что у меня там было очень много свободного времени в какой-то момент. И я вспомнил, что мне какой-то дружбан с универа говорил, что там есть какой-то у него тоже друг, который 3D делает. И мне было интересно. А, в игры я играл вообще все время. Со школы ранней еще. У меня компьютер довольно рано появился. Я играл очень много. И я подумал, ну, прикольно. Может, попробовать. И вот тогда я скачал 3D Max. Скачал какой-то тутер. И понеслась. Я учил Max где-то год, наверное. На своей работе в свободное время. Потом в какой-то момент я уволился оттуда. Потому что мне надоело. И попал на фриланс. Ну, как попал. Пытался попасть на фриланс. В то время, пока я 3D Max учил, я также нашел ZBrush. Посмотрел, что это такое. Что это за программа. Начал что-то скульптить. Чуть-чуть тыкать туда-сюда. То есть, понятное дело, я вообще... Не понимал, то есть, куда мне интересно. Что я хочу делать. То есть, там, ни о какой запечке. Там, low-poly, high-poly. То есть, просто какие-то модельки дел. Сам пытался как-то это понять. Мне повезло, что, когда я начинал, это уже была эпоха тутеров. То есть, у меня есть коллеги, которые сейчас со мной работают, которые постарше. Они начинали... Еще тяжелее все было, потому что тутеров не было. Вот, они там по каким-то дискам, по... Ну, короче. Все было сложнее. У меня уже, слава богу, у меня были тутеры. Я уже так учил. И... У меня вообще слышно, а то ты молчишь все время. Я просто боюсь тебя перебивать. Не, ну, перебивай, если хочешь. Хорошо. И... Да, начал искать фриланс. И мне попался суперклассный клиент, который... С которым я проработал года три, наверное, то и четыре даже. Для которого нужно было в ZBrush очистить сканы скульптур. То есть, это, грубо говоря, фотограмметрия. Снимают... Ну, наверное, большинство здесь знает, что такое фотограмметрия. То есть, по фотографиям делается плохая моделька, грубо говоря. Я в ZBrush ее должен был с динамешить, зачистить и сдать. Вот. И я же говорю, вот, три года этим занимался. Мне супер нравилось, очень интересно. Потому что модельки всегда каждый раз разные. Плюс это скульптуры. То есть, я там кое-как анатомию какую-то подучил. Ну, то есть, какие-то базовые штуки. Я вообще далеко не персонажник. Как бы пробовал делать и чуть-чуть работал. Но, как бы, полноценным персонажником я себя не считаю. Но, тем не менее, это очень был полезный опыт. Плюс я выучил ZBrush хорошо. Очень много инструментов оттуда взял. И вот так вот я фрилансил на этих чуваков несколько лет. И потом подумал, что мне нужно, наверное, уже заниматься чем-то серьезнее. Потому что я игры хотел делать всегда. И мне нравились игры. Но до игр еще не дошло. Потому что со мной связались студия из Киева, которая делает мультик. Позвали меня в Киев, чтобы я поработал у них. Я согласился, переехал в Киев, там тоже поработал. Подожди, а сам ты родом из какого городка? Запорожье. Ага, хорошо, а дальше? Вот, я переехал, поработал в той студии почти год. Я там делал всякие пропсы, даже персонажей чуть-чуть поделал. Но там было все под рендер. И, как бы, в конце я понял, что мне тоже не очень нравится. И как раз под конец этой работы мне попало еще одно предложение про фриланс. И там мне уже предложили делать пушки. Это была какая-то инди-студия украинская, которым нужно были там пять или шесть пушек. И для них я согласился и сделал. И вот тогда мне понравилось. Я понял, что это очень интересно, очень прикольно. И после этого я как-то начал больше делать упор в оружие. Начал больше изучать этот вопрос. И вот где-то с того момента я попал вот в то место, где я сейчас работаю, в Улисс Графикс. Там я сейчас работаю уже примерно три года, почти три года. И я там научился всему, что сейчас знаю. И вот, наверное, все. Так, хорошо. Тут спрашивают у тебя, где ты нашел этого заказчика? Имеется в виду самого первого. А, со сканами? По-моему, на сайте Odesk. Там два сайта больших было. Там freelancer.com, по-моему, был такой сайт. И был сайт Odesk. Наверное, до сих пор сейчас существует. И вот я там нашел этих ребят и как бы вот три года с ними проработал. Угу, хорошо. Еще спрашивали, пока мы разогреваемся, спрашивали, как тебе фильм, Джон Вик? Это, наверное, мои друзья спрашивают. Я просто очень сильно не люблю этот фильм. Ну, мы осуждаем тебя, как бы. Ну, да, да, да. Не люблю этот фильм. Вот так вот передай. Или кто слушает, пускай знает. Хорошо. Над какими ты проектами вообще работал? Может быть, можешь рассказать? Или все под НДА? Ну, многое под НДА. Из того, что могу сказать, что я делал пушки для Call of Duty VV2 и для Black Ops 4. Вот. Это из тех, что я могу сказать. Хорошо. А у тебя на ArtStation указано, что ты... Назови свою должность. Lead Weapon Artist. Да, Lead Weapon Artist. Артист-модельер. Да, да, да. Артист-модельер. И, собственно, вопрос. Как ты дорос до этой должности? Сколько лет занял путь? Или ты оп и в танке? Ну, нет, конечно. Ну, поначалу как? Вообще, это сложный вопрос, на самом деле. Тут, наверное, стоит начать с того, что тебе просто нужно хотеть этого. Ну, не то, что... То есть я не хотел стать лидом. Я просто хотел делать пушки. И так вышло, что у меня на работе в тот момент, когда я пришел, были очень скилловые ребята. И они мне очень помогли. Я очень многому научился. Ну, и как-то все время у меня было много желания типа делать что-то. То есть я на работе просил задания, какие-то конкретные. То есть постоянно давал о себе знать. И вот так дослужился, что в какой-то момент наш главный лид ушел, и нужно было выбирать нового. Вот, и выбрали меня. Хорошо. Так, ну, в принципе, мы с тобой относительно познакомились. Хватит тянуть кота за все его подробности. Давай уже перейдем к делу, а конкретно к моделированию оружия. Расскажи о своем подходе и как все это происходит. Ну, то тоже... Мы, наверное, начнем с небольшой теории, в чем отличие, в чем плюсы и минусы между кат-моделированием и классическим моделированием под полигональным, скажем так. Ну да, у тебя подсабдив получается. Ну, на самом деле у меня как бы не подсабдив, но... Ну, я поэтому и сказал классическое. Да, то есть, но как бы я могу сказать, чем отличие. То есть CAD... То есть сразу хочу сказать, я ни за какой метод особо не топлю, просто в ZBrush я работал так, и интересный метод, мне кажется, получился. Я сделал по нему тутер, и как бы всем понравился, вроде бы, большинству. То есть CAD, я точно так же считаю, что это отличный способ. Я вот, например, сейчас данный проект, я работаю, и там требования только в CAD. Я как бы прекрасно справляюсь, мне все нравится, и все супер. Но в какой-то момент мне пришло в голову, почему бы ZBrush это мне делать. В чем отличие? В том, что на самом деле вот в ZBrush мой метод, и в CAD, они на самом деле очень похожи. Просто в ZBrush у тебя нет, грубо говоря, ограничений, которые существуют в CAD, потому что CAD-программы, они созданы не для геймдева, они созданы для индустриального дизайна, то есть для настоящих предметов реальной жизни. Соответственно, там есть очень много ограничений разных. И вот, кстати, как на прошлом стриме у вас ребята говорили, что это как бы плюсы по поводу того, что можно лучше понять, как создается тот или иной предмет, допустим, исходя из этих ограничений. Но точно так же это и минус на самом деле, потому что ты не создаешь что-то прям настоящее из жизни. Ты хочешь, допустим, где-то срезать углы, и тебе приходится это иногда делать, даже по требованию заказчика или что-нибудь в таком духе. И иногда просто вот отсутствие данных ограничений, оно тебе, скажем, помогает и развязывает руки, то есть делать эти вещи проще и быстрее. Но минусы точно так же есть. На самом деле подходы очень похожи. Так, ну давай тогда уже перейдем именно к практике. Самый главный вопрос я задал. Окей. Ну вот, давайте для примера. Как работает в ZBrush вся эта штука, что я хочу показать. Начнем с майки. Почему я все в ZBrush не делаю, например? Потому что у нас сцена состоит из разных объектов, которые мы вырезаем, допустим. Ну, то есть, как в CADе. То есть у нас есть булевые операции, мы либо добавляем, либо вырезаем. То есть в ZBrush точно так же это делается. Почему я не пользуюсь только ZBrush? Потому что стандартные методы моделирования, полигонального моделирования в ZBrush крайне неудобны. То есть, чтобы, допустим, сделать кубик и там что-то сразу на него докинуть, там экструднуть. Это все в ZBrush долго. То есть ты про ZModeller имеешь в виду, да? Да, да, про ZModeller. То есть, это все сложнее в ZBrush. Ну, то есть, опять, может, я просто не сильно вникался в ZModeller. И ребята есть, которые очень классно в этом разбираются. Вот. Может быть. Но я как бы не сильно с этим разбирался. И мне просто проще это в майке делать. Вот. То есть, для примера. Вот мы создаем такую модельку в майке. Вот, допустим, здесь еще вот так сделаем. Вот. И эту модельку я закидываю в ZBrush. Есть бридж между ZBrush и майкой. Вот. Но я им не пользуюсь. Я просто вот беру и вот так вот делаю. Всех обычно это очень пугает. Каждый раз, когда я показываю, что надо экспортить и импортить. Какой ужас. Да. Так. Вот наша моделька. И в чем суть? Мы берем, допустим, вставляем еще один объект. Вот у меня есть заготовки типа вот цилиндр на 20. Вот. И мы хотим, допустим, вот из этой штуки вырезать цилиндрик. Вот. Есть специальная кнопка Live Boolean. У меня же включен. Я его еще раз включаю. Ставлю здесь на вырезание. И вот у нас из этой штуки вырезается цилиндрик. То есть по факту, то есть вот это вот вся суть зебрашевского метода. То есть как вообще... Я просто когда начинал в зебраше такие штуки делать, я просто не знал, что есть CAD, что есть еще. Это было очень давно. И просто, допустим, мне в какой-то момент попала моделька, которая очень сложная была. Ее нужно было сделать, и я знал тогда только subdif. И как бы и все. Других методов я не знал. И у меня очень плохо вышло под subdif. Это очень много времени требуется на такие вещи. И потом я вспомнил то, что я делал персонажей в зебрашев, что там есть дайна меш. И через дайна меш, это еще было времена зебраша 4R7, когда вот лайфбулли она не было. Через дайна меш я вот каждый этот объект дайна мешал и выбуливал. Потому что как бы инструменты буллинга были уже в старых версиях зебраша. То есть вот так вот два объекта за дайна мешал, мердж даун и перепрочитать. И вот, вот таким образом. То есть на самом деле это был дикий костыль. Это все было очень сложно. Если тебе надо было что-то отредактировать, то тебе приходилось control z-иться. Или вот здесь вот хранить все твои изначальные формочки. Короче, это было сложно. Но прикольно было то, что саму модельку ты мог уже сделать. То есть ты самые невообразимые сложные формы, какие себе можешь представить. Ты вот таким образом мог это делать. И потом, опять, я не знал про кат, что он существует, что там то же самое можно делать. А потом, когда вышел зебраш 4R8, там добавили вот эту фичу с лайфбуллинами. И вот это просто вот самая пушка. Потому что она позволяет все вот эти формы, которые ты вырезаешь, их сохранять. Вот. Тут спрашивают, почему ты не используешь буллин в мае, извиняюсь, в мае. Потому что его в мае нельзя редактировать. Сейчас, окей. Просто я хотел показать свой пример на вот такой простой сценке, но, видимо, нет смысла. Сейчас я просто покажу свой пример из тутера. Так. Вот. Вот, например, слайд. Вот эта вот моделька сейчас абсолютно идентична, грубо говоря, модели из CAD. То есть ей все равно нужен второй паз polish, то есть динамешить все. Но, в чем крутость? У тебя все твои вырезающие формы сохранены здесь. Вот они. То есть ты можешь любую штуку выбрать и ее отредактировать. То есть, допустим, я хочу убрать одно вот это вот вырез, вот это вот сечение. Я могу выбрать этот объект. Вот он здесь хранится. Выделяю вот такую штуку, вот так вот удаляю и все. И то есть у меня моделька сразу обновилась. То есть в майке или в максе ты так не можешь сделать. То есть ты как бы выболел... Ну, в максе сейчас можешь сделать. Ну, окей. Просто я как бы не максер. Я изначально в максе так делал, а потом в мае перешел. Ну вот, то есть если ты там нажимаешь так, то оно как бы применяется и все. Ты ничего не можешь больше дальше с этим делать. Вот. А здесь ты можешь каждую штуку редактировать. То есть ты взял вот этот вырез, допустим, дырку вот эту вот. Ты можешь ее подвинуть куда угодно тебе. И крутость в том, что в реальном времени ты видишь, как оно меняется. То есть вот такую же штуку очень сложно в CAD, например, сделать. Просто взять вот этот вырез и его подвинуть. И причем крутость, что ты можешь его вообще вот в таких диких пересечениях делать. И он сразу тебе показывает, как оно выглядит. То есть вот в реальном времени. То есть вот, пожалуйста, ты его двигаешь куда угодно. И оно выходит. Так, хорошо. Ну вот, как-то так. Тут у некоторых возникают вопросы. Пока немножко отвлечемся от основной темы. А вот ты начинал с Макса, а сейчас работаешь в Майя. Какая же программа все-таки лучше Макса или Майя? Можешь поставить жирную точку в данном вопросе? К сожалению, нет. К сожалению, чем старше ты становишься, тем больше ты не знаешь ответ на этот вопрос. Нет, ну это наверняка шуточный какой-то вопрос. Потому что, ну, очевидно, там есть плюсы, и там есть плюсы, и там есть минусы, и там есть минусы. Просто в какой-то момент мне нужно было работать над проектом в Майке, и все, я работал в Майке. Я пока тут за счетом слежу. Окей. Я могу дальше, в принципе, более подробно, скажем. Да, вот, допустим, вот такая простая форма, то, что я показывал. Я могу, в принципе, показать, как весь пайплайн двигается. И вот как нам из этого барахла получить, типа, вот, хайполь и готовая. Вот. То есть, я создаю... Почему еще, кстати, в Майке удобно это делать сначала? Потому что в ZBrush очень плохо... Ну как, там тоже можно, но там сложно, допустим, создавать объекты по конкретным размерам. То есть, там скейл постоянно прыгает. Непонятно. В Майке же можно вставить имидж плейн, под него задавать все размеры. И потом уже экспортить это в ZBrush, чтобы у тебя все было идеальных, правильных размеров. Вот. Потом, когда мы закидываем, это уже ZBrush. То есть, выходит так, что в Майке у меня мусорная сцена. Здесь куча разных объектов всех, которые, типа... Ну, короче, просто мусор эту сцену, потом я не сохраняю, она не важна. Важна сцена в ZBrush. Вот. Мы сюда закидываем все объекты. Допустим, я пользуюсь кризами. То есть, каждый из этих объектов... Я ставлю кризы на тех местах, где у нас ровно 90 градусов должны быть. Вот, по умолчанию можно нажать криз. Вот он поавтоматически кризит. Можно выделить те объекты, которые нам надо тоже закризить отдельно. Крышку он закризил неправильно. Здесь неправильный кризис. Ну, да ладно. Не сильно важно сейчас. То же самое с цилиндром берем. Ставим кризис. Дивайдим. Что интересно, я... Сейчас, подожди, я тебя отвлеку. Ребята, если вас покусало сообщество Блендера, то я сейчас баны начну раздавать. Говорят, что в Блендере тоже так можно? Не надо начинать вот этот спор теперь, кто лучше Макс или Майка и прочее. У каждой программы, как уже сказали выше, есть свои плюсы и минусы. Не нравится вам одна, возьмите другую, попробуйте. Я сейчас без шуток буду баны раздавать. Продолжим. Окей. Ну вот, предположим, вот такая форма. Я использую динамический сабдив для того, чтобы моделька у нас не деформировалась. Потому что если мы накинем обычный сабдив, то вернуть изначальную форму будет сложно. А вот смуз, короче, динамический сабдив, это как троечку нажать в Майке или накинуть турбосмуз в Максе. То есть ты можешь всегда это откатить обратно. Вот такая вот, значит, выходит, допустим, это то, что нам нужно. Вот такая выходит финальная моделька. Грубо говоря, это аналог када. То есть максимально редактируемая сцена. Ты здесь можешь все, что хочешь делать. И самое интересное, здесь все равно сохраняется полигональное моделирование. То есть в том же каде, допустим, у тебя такая форма, у тебя все в нурпсах. То есть у тебя все, грубо говоря, формулами задается. То здесь есть стандартные полики, стандартные вертексы. То есть ты можешь выделить вертексы и полики, подвинуть их. Очень быстро изменить, допустим, какую-то форму. Заскейлить. Допустим, вот тебе эта штука нужна шире. Ты вот, пожалуйста, скейлишь. И форма меняется сразу на ходу. И, допустим, вот ты собрал то, что тебе надо. Ты эту сцену, грубо говоря, коллапсишь. Применяешь все, что ты сделал. Вот здесь вот кнопочка есть такая. Нажимаешь. И вот уже у тебя сколлапшенный объект. И его ты динамешишь. Ну, короче, ты его динамешишь. А, вот все вышло. Полишишь края. Вот так вот. Досимейтишь. И вот у тебя получается хайка. А теперь в чем прикольность и крутость данного метода в том, что если бы ты был в CAD, то вот из вот этой вот модельки тебе бы пришлось как-то оптимайзить, грубо говоря, выдавливать low-poly модель каким-то, то есть через мой, допустим, там есть еще другие программы, через которые ты перекидываешь. В чем крутость в данном случае в том, что вот эти вот все модельки справа, которые есть, их можно изначально делать под low-poly стадию. То есть как из этого теперь low-poly делать? Теперь ты берешь вот эти вот все по очереди штуки, которые ты сделал, обратно их экспортишь в майку. Допустим, вот назовем 1, 2 и 3. Теперь удаляем и импортим точно так же. 3. Вот. Теперь выбираем по очереди точно так же первую модельку и выбуливаем ее в майке. И вот, грубо говоря, осталось развести сетку, у нас есть готовое low-poly. То есть в чем, как бы, плюс в том, что у тебя есть полный контроль над всеми цилиндрами или скруглениями. То есть если у тебя, допустим, ствол пушки, то ты можешь сразу цилиндр, который будет отвечать за этот ствол, задать ему, допустим, там 36 граней. И у тебя железные эти 36 граней будут. То есть вот в этой сцене, допустим, вот количество граней данного цилиндра, ты можешь его задать, которое тебе надо будет на low-poly. И оно сохранится в то время, когда в CAD придется проходить через разные программы, как-то оптимайзить, руками доводить. То есть здесь, скажем так, максимальный контроль low-poly стадии. И это очень удобно. Скажем, это, как бы, большой плюс, я считаю. Из минусов, как бы, здесь тоже хватает, на самом деле, в сравнении с тем же CAD. Здесь нельзя вырисовывать так красиво и быстро формы, то есть вырезав, допустим. Здесь нельзя сделать так быстро фаски какие-нибудь, как в CAD. Вот, паттерны, допустим, вдоль EJ тоже. У тебя, допустим, здесь 6 таких штук, должно быть каких-нибудь типа нарезов. И в CAD ты можешь очень быстро это сделать, здесь ты так быстро не можешь. Ты можешь это в майке сделать, допустим, раздублировать какое-то нужное количество или в максе. Закинуть ZBrush и вот такой результат будет. Вот. То есть, для примера, вот опять слайд от пистолета. Мы смотрим на все наши объекты, которые вот здесь вот есть, вот, начиная с первого. Вот это изначальная форма. То есть, мы видим, что здесь, вот эта форма, она сразу заточена под low-poly стадию. Вот. И она точно так же используется для high-poly с динамическим sub-div. Просто мы потом, вот, допустим, добавляем следующий объект, который мы вырезаем. Следующий объект накидываем. Это уже добавление. Следующий объект вырезы. Следующий и так далее. Короче, мы все это делаем. Из этого мы получаем high-poly стадию. Потом я просто храню две сцены. Одна сцена вот такая динамическая, в которой можно все менять. А вторая сцена в ZBrush, она с динамешнутая. И выходит, что то для high-poly. А эта сцена, грубо говоря, для low-poly. Мы возвращаемся в майку. И там делаем уже low-poly. Вот. Наверное, очень сумбурно это все звучит. Если есть какие-то вопросы. Тут пару вопросов поступило по поводу того, почему ты не делаешь live-bullying в мае. Есть вроде бы какой-то плагин. Я, к сожалению, в майке не шарю, поэтому... Да, есть наверняка такой. Просто, как показывает практика, ZBrush очень хорошо справляется с большим количеством объектов. Может быть, в майке плагин тоже так работает. Но в ZBrush прям очень тяжелые сцены и они очень хорошо и динамично работают. Здесь нет истории никакой. Ничего не надо сохранять. Ну, то есть, опять, любой метод, если он рабочий и быстрый, я только за. Это все здорово. Вот. Просто, как по мне, у меня получилось оптимизировать данный процесс, чтобы он был быстрый. И точно так же в продакшн для клиентов я использую его, и он очень хорошо выходит и работает постоянно. То есть, никаких проблем у меня с этим не возникало. Окей. Тут еще такие вопросы. Смотри. Спрашивают про запекание. Это мы на позже оставим. И еще один плагин спрашивали. К сожалению, я не могу сейчас найти это сообщение. Я почему-то не скопировал его. Можете повторить, господа? Пока можем продолжить дальше. Окей. Ну, опять, то есть, я вообще не спорю, что есть какие-то плагины. Везде есть какие-то решения. Я же не говорю, что это самый лучший способ. Используйте только его. Я просто говорю то, что это интересная альтернатива CAD, которая работает очень похоже. Но основная фишка в том, что мы сохраняем полигональное моделирование. То есть, все полики сохраняются. То есть, я не рассматриваю этот способ как альтернатива какому-то плагину в майке или в максе. Я рассматриваю это как альтернатива CAD. То есть, здесь очень много функций или приемов очень схожи с CAD. Но при этом она сохраняет полигональность, которая помогает потом контролировать лоу-поле. В этом как бы основной плюс. Так. Здесь вот как раз комментируют то, что буллин в майке можно редактировать, но там можно меньше контроля и не факт, что они крашенцы. Ну вот. Собственно, я думаю, здесь уже все точки расставлены. И здесь вот Илья Нестеров спрашивает, спросите Женю про мое 3D. Спрашиваю тебя про мое 3D. Ну, я знаю, что это такое. Программа, да. Я спросил, как вы просили. Есть такая программа, да. Хорошая наверняка программа. Ее используют для выката моделек из Fusion, например. Ну да, да. Ну, есть и те, кто полностью там работают. Да, да. Я тоже видел такие. Я пробовал, тыкал в нее. Ну, как-то мне не очень подошло. Так. Мы примеры, я так понял, показали? Ну, в принципе, да. Или ты хочешь еще что-то дополнить? Да вроде нет. Ну, как бы, то есть, я могу еще какие-то общие советы по поводу моделинга сделать. Вот да. С оружкой. Здесь спрашивали, как... Спектрл Пуп спросил, как ли ты артист можешь рассказать какие-то требования к джуниор-артистам? Потому что нас часто смотрят новички, и многие не понимают, как попасть в индустрию, что нужно делать. И, может быть, ты дашь какие-то советы? Ну, на самом деле, самое главное – это уметь слушать и хотеть сделать лучше. То есть, бывало очень много примеров, когда человек вроде бы скилловый, вроде бы знает, как что делать, но не сильно хорошо прислушивается к фидбэкам. Или что-нибудь в таком духе. И с таким человеком чуть-чуть меньше хочется работать. А если это, допустим, какой-то джун, который очень хочет учиться и слушает тебя, ну, не то, что прям беспрекословно, имеется в виду, если ты указываешь ему на ошибки, то с таким человеком приятнее работать, скажем так. То есть, самые главные штуки, как по мне, это желание учиться и желание исправляться. То есть, а хорошо ли ты делаешь или плохо, я считаю, это не сильно важно. То есть, если мне попадется совсем новенький зеленый новичок, и ему надо будет все объяснять, но при этом он будет с большим желанием это делать, то отлично, этот человек мне подходит. Тут вот интересный вопрос спрашивает Роман Дерябин. Как быть, если на объекте нужны разные фаски? В зебре он все же делает одинаковые на элементе. Да, ну, так, в том-то и суть. Обычно на одном объекте редко бывает такое, что тебе нужны разные фаски. Но если все-таки нужны, то ты их делаешь вручную. То есть, вот, пример, вот здесь есть вот такая вот огромная фаска, то есть скругление. Оно сделано вручную, потому что это, типа, как бы важный элемент, он прям в камеру тебе, и его нужно проделать вручную. То же самое вот здесь, вот такая фаска. Ну, как бы это большой пример, да. Но то же самое. И, в принципе, этого обычно хватает. Еще есть прием. Сейчас я загружу эту же сцену Dynamation тоже. Вот, вот это уже с Dynamation, допустим, слайд. И здесь, в таком случае, если бывают такие случаи, что тебе нужна одна фаска одной толщины, другая, другой, ты можешь просто вот захайдить или замаскировать какой-то конкретный объект, какое-то место. Это сейчас досимейченная модель, поэтому такая некрасивая сетка. Но если с Dynamation это, то ты можешь нормально это выделять. И вот с таким вот, с такой маской ты можешь дальше полишить. Вот я так часто делаю, как бы ничего смертельного в этом нет. На краях тебе придется там подмазать или еще что-нибудь такое. Но, типа, я ничего страшного в этом не вижу. Я, как бы, в принципе, не сильно выступаю за хирургическую точность и идеальность в хайполе моделек. Потому что как-то... Ну, в общем, я не фанат такого. То есть, бывает много людей, которые там прям заморачиваются очень сильно. То есть, конечно, надо все держать на одном уровне качества, чтобы это все красиво было. Но вот прям вот так вот сильно заморачиваться, то есть, что-то подмазать где-то, я считаю, это абсолютно нормально. Если это будет на финале выглядеть красиво и особо незаметно, почему бы и нет? Хорошо. Слушай, а вот я дополню чуть вопрос. Иногда на некотором оружии есть моменты, когда фаска, допустим, изначально там 2 миллиметра, а под конец она увеличивается, к примеру, до 5. Как вот поступать с такими моделями? Да точно так же. Промоделивать их вручную. То есть, опять, те вещи, которые полишатся в ZBrush, это по факту те просто острые места. То есть, если ты смотришь на модельку, допустим, на пистолет, то вот полишатся вот такие вот края. То есть, то, что ты видишь, это конкретно острый край. И его ты полишишь, потому что их в игре иметь супер острыми нельзя. То есть, они все должны быть чуть-чуть сглаженными, чтобы хватало пространства для нормалки, чтобы оно-то обжалось в игре хорошо. А если у тебя есть какие-то кастомные фаски, вот здесь, например, здесь расширение идет, то ты вручную это делаешь. Собственно, в CAD точно так же. В CAD, когда моделят, то вот такие острые края оставляют острыми. То есть, их не делают дополнительной фаской. Это мешает только. А если какая-то кастомная, то это точно так же, как в CAD. Где ты просто вручную, ты можешь промоделить, и у тебя будет все как надо. Во Fusion 360 можно сделать фаску с разными значениями на концах. Слушай, да это в любой программе, в принципе, можно. Да, да. Это правда. Просто во Fusion это проще сделать, к примеру. А я как пользователь Макса могу сказать, что это тоже можно сделать, просто более замороченно. Да, в майке точно так же можно это сделать. Я же говорю, везде есть свои плюсы и минусы. Так, хорошо. Смотри, здесь еще был вопрос. Тебя замучают подобными. Давай я пока один вопрос опущу и вот подниму второй. А где можно достать твою русскую версию Тутера Спринфилда? Нигде, к сожалению. А украинскую? Да тоже, тем более нигде. О, ну все. Я делал на том языке, на котором охват будет самый максимальный. Хорошо. Теперь смотри. Был вопрос, спасибо за ответ. Еще вопрос по портфолио. Насколько много должно быть работ, есть ли какой-то минимальный порог? И я от себя дополню. Очень часто люди моделируют, скажем так... Скажем, у новичков в портфолио я часто вижу такие пушки, как АК, Кольт, может быть, ПМ, ГЛОК, да. И, да и... Прости, Жень, но и винторез. Конечно. Вот. Есть ли у АЧР-специалистов какой-то пунктик просто, так, у этого человека есть АК в портфолио? Не брать, правда. Ну, если честно, то нет, абсолютно пофигу. Если хорошо сделано, то да. С личной точки зрения могу сказать, что если ты делаешь калаш, допустим, то он должен прям вот быть офигенным. То есть, очень круто выглядеть, чтобы на фоне миллиарда калашей, которые ты можешь увидеть, чтобы он чем-то выделялся. Вот. Это просто вот мой личный совет. Почему, допустим, я для Тутера выбрал Springfield? Потому что его я нигде не видел особо. То есть, его никто не делал. При этом это современное оружие, которое сделано с использованием современных технологий. То есть, вот CAD-моделирование и вот ZBrush, который имитирует CAD, он точно так же, грубо говоря, представитель современных технологий. Те технологии, которыми был сделан данный пистолет. И поэтому я его выбрал. То есть, он как бы, я его нигде не видел. Почему бы не сделать такое? Но, как бы, ничего зазорного и плохого не вижу в том, чтобы делать кольты, калаши или что-нибудь в таком духе. HR или какие-то люди, которые набирают на работу, на это не смотрят вообще. Слушай, здесь вопрос, как дополнение к моему выпаду в плане с автосрачей. Ответь на вопрос, почему ты перешел с Макса в майку. Я знаю уже ответ, но ты повтори. Ну да, я же уже говорил. Мне сказали, что такое условие для клиентов сдавать работу в мае. И я сказал, окей, буду сдавать в мае. Я сдавал в мае. Потом просто привык и остался в ней. Ужас, ребят, это просто требование заказчика. Да, да. Еще такой вопрос, который, мне кажется, важен. Для тех, кто моделирует оружие стрелковое. И такой к тебе вопрос. Вообще, ты концептил хоть раз стрелковое оружие? Ну, как бы, да. Почти все пушки у меня в портфолио по моему концепту личному. Хорошо. А теперь тогда, собственно, вопрос. Важно ли для вепон-артиста разбираться, как работает стрелковое оружие? Какие принципы автоматики? Всех механизмов? Там, УСМ, компенсаторов и так далее и тому подобное. Или же это просто, да ладно, там фоток накачаешь и сделаешь? Ну, скажем так. Для какого-нибудь начального базового уровня, конечно, не надо знать. Но если ты хочешь быть оружейником и хочешь делать пушки прикольно и правильно, то однозначно да, конечно, нужно знать. И проблема в том, что это не просто прикол какой-то, что ты знаешь, как оно работает. Очень сильно эти вещи влияют на моделинг. То есть ты можешь не знать какие-то вещи, и из-за этого ты смоделишь это неправильно. Ну, то есть я могу провести пару примеров. Например, вот не самый внимательный зритель не заметит, что есть нарезка на стволе внутри. То есть она не всегда нужна. Часто бывает, что ее не видно, потому что, допустим, здесь какой-то компенсатор, еще что-нибудь стоит. Но, тем не менее, она есть. И вот на некоторых ракурсах это вообще незаметно. Например, это пример. Допустим, вот еще другой пример, совсем простой, с Глоком. Сейчас. Допустим, вот Глок 17. Например, вот все знают, что вот эта кнопочка, это кнопочка спуска магазина. Правильно? Нажимаешь, магазин вылетает. Вот. Ну, например, не очень много людей знают, что вот это такое, с другой стороны этой кнопочки. То есть я, вот лично я, допустим, когда не шарил, я думал, что это просто, ну фиг его, какая-то заглушка. А на самом деле, ты, когда нажимаешь кнопку, эта штука вылазит в другую сторону. То есть она выезжает. И точно таким же образом ты можешь, допустим, моделить, не зная данного нюанса, ты вот эту штуку впечешь, допустим, внутрь. И, типа, сдашь работу, а тебе скажут, типа, а что, ну как бы впечено, оно же должно выезжать, правильно, когда ты нажимаешь на кнопку. Конечно, это мелочи, вот, но, типа, это важно. То же самое с тем же Глоком, например, если мы его вот так откроем. Похарезнь, я бы фотку найти, ну ладно, пофигу. То ствол наклонен чуть-чуть вверх. Тоже, это очень немногие люди знают, ну то есть это надо как бы разбираться, знать, что если он чуть-чуть наклонен вверх, то это как бы на самом деле правильно. Потому что он уходит вниз вот в этой части, и во время открытия слайда он наклоняется. То есть, опять, все вот эти вещи, их как бы можно опустить, то есть никто особо не разберется, но ты же делаешь как бы оружие. Вот здесь видно, вот он наклонен чуть-чуть вверх. Вот. Ты как бы должен знать, как эти вещи работают. Вот. И если ты как бы их не сделаешь, то, ну, как бы другой человек, знающий, посмотрит и почитает, что это не круто. Тем более, все эти вещи делаются в игре точно так же. То есть, это можно увидеть в игре. Поэтому однозначно, да, конечно, нужно знать, как оно работает. Причем даже не с целью концепта, а просто типа того, как ты это делаешь. А если ты хочешь законцептить оружие, то, ну, вообще 100% конечно надо. Хотя там тоже примеров очень много, когда люди просто концептят, и там фиг пойми, что вообще. Оно с виду вроде бы прикольно, но ты видишь какую-то запчасть, и типа оно вообще не работает. Бывало такое, что я видел, что на стволе, допустим, здесь делают дырки, а потом идет глушитель. И такой интересный вопрос, типа, как глушитель будет работать, если газ весь выходить будет в дырке из ствола. Ну, в таком духе, короче. Естественно. Все-таки мы не ответили на вопрос, сколько должно быть работы, если какой-то минимальный порог. Ну, я бы сказал, три, можно две, это как бы минимум, можно чуть больше. Но трех работ, если они очень прикольные, то их хватит. То есть одна работа, если очень классная, то это лучше, чем много плохих работ. Но все равно не супер, потому что по одной работе сложно сказать, как это так вышло у тебя один раз. А вот если, допустим, это работа по тутору. То есть я видел много работ по своему же тутору, когда люди буквально один в один каждый мазок кисти меня повторяли. И как бы, да, результат выходит прикольный, но типа, что ты сделал из этого, сложно как бы понять. А если у тебя, допустим, три работы, то этого хватает. Еще часто бывает, что люди, допустим, не подчищают старые работы. Допустим, у тебя есть какие-то новые прикольные, а старые, ты их не удаляешь. И вот в данном случае я бы их подчищал. Я бы их хайдил, не показывал бы, а показывал бы то, что актуально. Понял. Вопрос по тутору. Хорошие ли продажи у тутора, оправдали ли они ожидания? Ну, я же не буду говорить, сколько продалось, но да, да, оправдали более чем. Я так не ожидал, честно говоря, что так выйдет. Я не делал с целью заработать денег, я не делал с какой-то корыстной целью. То есть, на самом деле, почему я сделал? Потому что я когда сидел на работе и буквально каждый второй человек ко мне подходил и спрашивал, о, как ты это делаешь, типа, почему в ZBrush? Я подумал, блин, может, это интересная тема, и сделал тутор. На удивление, он хорошо пошел. Хорошо. Тогда дополни вопрос от себя. Кадилак ты купил? Ну, нет, не настолько хорошо. Ну, понятно, ребят. Не запаривайтесь. Просто модель... iPhone жене подарил, вот так вот скажу. iPhone мы можем подарить. Ну, так и мне хватило. Такой вопрос. Пожалуйста, спроси про запекание цилиндров с фаской без лесенок на нормале. Как делает? И конкретно про бармасеты эту задачу, пожалуйста. Запечка цилиндров без лесенок? Да. Это, что ли, вэйви бейк, когда на цилиндрах, если не хватает сечения на цилиндре. Да, да, да. То есть, видимо, когда на цилиндре сечений там 8, а ты запекаешь сечение, у которого там 256, например. Ну, есть несколько способов. Во-первых, ты можешь запечь нормалку... Этот... Как это? О, боже, термин по-русски. Короче, в бармасете ты, когда печешь нормалку, то ее можно, average-нутую, грубо говоря, запечь. То есть, чтобы стыки шеллов у тебя красиво выглядели. Либо запечь нормалку, которая перпендикулярна всем полигонам, но при этом стыки с шеллами выглядят с очень некрасивым швом. И вот ты можешь и ту, и ту нормалку запечь, собственно, я всегда так делаю, и в фотошопе уже наложить одну на другую. Либо ты можешь просто взять и подмазать эти места в фотошопе рукой. Вот. И как бы... Ну, то есть, на самом деле, я довольно редко с таким сталкиваюсь, потому что в оружии уже довольно-таки большое время всегда очень большое количество цилиндров. То есть, у тебя с таким проблем особо нет. И... То есть, это может быть на пропсах какая-нибудь проблема, что-нибудь в таком духе. Вот. Надеюсь, я ответил на вопрос. Да, я тоже думаю, что вполне ответил. Так, сейчас просто тоже смотрю за еще вопросами. Угу. Хорошо. Давай пока ничего такого нету, какие дашь советы новичкам по поводу того, с чего начать. Вот, к примеру, у меня есть знакомые, которые хотят взлететь в 3D с двух ног. Вот. Но, как ты понимаешь, сейчас, если раньше была проблема в том, что информации никакой не было у олдов, то сейчас информации настолько много, что ты просто не знаешь, куда деваться, за что браться. Потому что новички приходят и просто там со всех сторон. И как делать пушки, и как делать персонажи, и как делать то, и как делать это. И часто натыкаешься на, скажем так, некачественную информацию, которая либо устарела, либо дает человеку, передает новичкам ошибки преподавателя. То есть преподаватель, возможно, плохо что-то освоил или плохо что-то знает, но при этом... Но при этом учит. Ну да, да, абсолютно согласен. Ну, на самом деле, от этого не избежать, этих вещей не избежать, потому что, то есть, ошибки все равно будут вылазить. Сейчас, я считаю, что сейчас намного лучше, чем тогда, когда информации не было. То есть, с огромным количеством туторов все-таки лучше, чем вообще без таких. А какой выбрать? Ну, я считаю, что лучше выбрать какой-нибудь базовый курс, который объясняет, скажем, основные инструменты. То есть, вот, допустим, выбираете Max или Maya, неважно абсолютно, для начала. Потому что Blender — это... ну, можно и Blender, на самом деле, какая разница, что угодно можно. Но я думаю, что сначала нужно освоить, как бы, основной инструментарий, вообще понять, что такое, типа, Vertex, Polic, Edge, все вот эти вот вещи. И понять, как работает Subdivision, то есть Subdiv-моделирование. То есть, это как бы самая основа, в оружке оно не сильно используется, но у таких вещей до сих пор есть большое применение. И оно дает очень хорошее понимание того, вообще, как работает 3D, грубо говоря. Поэтому, да, стоит найти какие-то базовые туторы, которые объясняют просто, как работает программа, что такое Polic, что такое Vertex, и там, где делают что-нибудь под Subdiv. А потом, если эта тема, допустим, вам интересна, то вы сможете разойтись уже от этого куда-нибудь, куда вам больше нравится. То есть, у меня точно так же было. Я начал с одного тутора, потом я зацепился, а, вот мне интересно попробовать больше вот эту штуку, типа, начал пробовать, нашел какой-то тутор по этой теме. И вот так вот оно пошло-поехало, и оно цепляется одно за другое, и ты учишь это. Поэтому другого способа, ну, как бы методом пробы ошибок, тыка, надо пробовать. А, еще полезный совет сейчас, особенно, когда ты можешь выйти на контакт очень легко с любым человеком, ты можешь буквально написать какому-нибудь художнику, который тебе очень нравится, и спросить совет. Типа, в этом ничего плохого нет, мне некоторые люди пишут, я отвечаю с удовольствием. То есть, как по мне, это очень эффективный способ, то есть, спросить, вот как вот это, то есть, я прекрасно понимаю людей, которые в геймдеве не работали, и у нас негде ему этому научиться нормально. И обычно, если в этом учат в каких-то школах, то там тоже учат не самым лучшим образом, потому что, если бы те люди, которые учили, они действительно были суперспецами, то они бы не учили, они бы работали где-нибудь, правильно? Вот, как обычно бывает. Поэтому, да, пишите художникам, тем, которые работают, спрашивайте какие-то конкретные вопросы. Ну, конечно, не стоит, типа, писать, типа, как мне вот, как мне научиться 3D? Типа, так не надо. Вот, а какие-то конкретные вопросы, то есть, там, где видно, что у тебя есть задача, и ты пытаешься как-то решить, то я бы с удовольствием ответил, вообще без проблем. Вот. Ну, здесь все-таки я, может быть, по моделированию оружия ты мог бы посоветовать новичкам какие-то тутеры? То есть, так как тема про моделинг все-таки. Можешь свой посоветовать? Ну, на самом деле, я могу как бы свой посоветовать, но для самых новичков, я считаю, он не сильно подходит. Вот. То есть, если ты вообще прям ничего не знаешь, то ты, конечно, можешь попробовать все по этапам сделать, но как бы общего понимания у тебя вряд ли будет. Да и, в принципе, я не советую с самого начала, когда ты еще вообще ничего не знаешь, сразу в оружку идти. То есть, ну, на самом деле, все, конечно же, с самого начала пробовали что-нибудь сделать. Я точно так же какую-нибудь первую автомацию сделал, когда я ничего не шарил вообще абсолютно. Вот. Но это был просто способ понять вообще, как это все работает. Вот. Поэтому по ружку сразу идти не стоит, я считаю. Можно поделать пару пропсов, попробовать, как, что делает. И опять, если тебе это понравится, то идти уже в ту сторону, в которой тебе нравится. Слушайте, я тут пишут, пишут, но без уважения, Петров, при всем уважении, но будь я девушкой, отдался бы вам только за ваш красивый английский в вашем курсе. Ну, спасибо. Евгений женат, извините. Спасибо, но женат, но приятно, да. Тут спрашивают, занимаешься ли ты менторством за деньги или бесплатно? В общем, поспрашивайте, пожалуйста. Ой, не занимаюсь, скажем так, за деньги, тем более не занимаюсь. Это все такое. То есть, у меня есть несколько человек, которые мне периодически пишут и спрашивают, кто сделать, как это сделать, и я отвечаю, потому что у меня есть время. Если бы у меня времени не было, то я бы не отвечал, скажем так. В общем, ответ нет. Тут спрашивает Олександр Ломако, а что делать с узкими длинными полигонами, при запекании они вылезают боком? Да, есть такой вопрос. Вот здесь пример, допустим. Вот здесь, например, изначально было, наверное, вот так. Вот такие вот длинные узкие полигоны. И обычно их лучше вот так вот сокращать. То есть, ты, грубо говоря, докидываешь чуть больше геометрии, но это позволяет выровнять шейдинг и запекается хорошо. Вот так вот. Как вы считаете, какая сфера сейчас наиболее актуальна на данный момент и будет наиболее перспективна в будущем, будь это персонажи, которые клепают каждой второй пушке одежды или волосы? Такой сложный вопрос. Да я не знаю. Да все будут актуальны на самом деле. Сложно сказать. Но пока все эти отрасли нужны в геймдеве. До тех пор они и будут актуальными. Самый важный вопрос, как ты учил английский? Мне повезло. Я в школе учился с первого класса, учил английский. И среди всех предметов, когда я был троечником, английский у меня единственный был хороший предмет, который я хорошо знал. Поэтому вот со школы знаю. И потом просто после школы продолжал его поддерживать. Вот и все. Смотри, у меня такой вопрос тоже, возвращаясь к портфелю. Что сделать, чтобы тебя заметили? То есть, как бы так описать-то? Как вообще ищут новых работников, новых джунов в студию? Или сейчас джуны уже никому не нужны, и всем нужны мидлы, а то и люди сеньоры? Да нет, разные ситуации бывают. Бывают нужны джуны, бывают не нужны. И все зависит от проекта, от студии. По-разному бывает. Ну, сложно сказать. В рамках оружия? Да, в рамках оружия пока. Ну, мы же стрим по оружию. Ну, да. Ну, внимание к деталям, наверное. То есть, как бы, когда уже готовая модель, то на моделинг не так сильно обращаешь внимание, как, допустим, на текстуры и презентацию. И вот что важно в оружии, как по мне, очень сильно, так это внимание к деталям и способность считывать какие-то мелкие вещи. Потому что, особенно это видно на современном оружии, потому что, допустим, сейчас все о современном оружии, это просто черное на черном. Черный металл, черный пластик. И, как бы, то есть, если у тебя какая-то пушка со времен Второй мировой войны, когда она погрызанная, там, танк ее переехал и что угодно с ней произошло, то, конечно, да, ты можешь там разгуляться, сделать, там, деревянный приклад какой-то разбитый, там, или еще что-то в таком духе. И, как бы, много очевидных вещей, которые ты можешь сделать. Вот. А вот с современным оружием сложнее, потому что оно все черное, грубо говоря, износ не настолько очевидный, хотя он точно так же есть. И точно так же бывает его много. И, наверное, вот, если смотреть на портфолио ребят, которые пытаются пробиться, скажем, в оружку и хотят стать оружейниками, то я обычно смотрю на внимание к деталям. То есть, чтобы были следы того, что человек, допустим, материалы прорабатывает руками. То есть, не просто генераторов накинул там и ок, чтобы была ручная работа. То есть, ну, и, конечно же, моделинг, он, как бы, должен по умолчанию быть. То есть, это очевидно. То есть, хороший моделинг. То, что бросается в глаза, это материалы и презентация. Поэтому, да, нужен быть хороший моделинг и что-то такое необычное внимание к деталям, скажем так. Хорошо. Тут такой вопрос у нас уже, отвлекаясь от темы именно моделирования оружия, а скорее просто про работу. Вот как не перегорать? Тут мне просто даже недавно писали по поводу этого. Вот как ты для себя, как тебе вот не надоедает постоянно моделировать оружие, к примеру? И вот это вот все. Ну, как по мне, вопрос очень простой в том плане, что тебе просто это должно нравиться. То есть, те работы, которые я делаю для персонального портфолио. То есть, я прихожу после работы. Допустим, устал, там, занялся какими-то вещами. И вот то, что заставляет меня сесть и обратно делать то же самое, это просто желание. Мне это нравится, это прикольно. И я хочу что-то сделать прикольное и красивое. То есть, я считаю, в принципе, что чтобы стать оружейником или персонажником, или куда угодно пойти, то есть, это не нужно следовать там каким-то вопросам того, что это, допустим, популярный жанр, или что это востребованный жанр, или это, типа, более оплачиваемый жанр. То есть, если тебе это нравится, то тогда у тебя будет это получаться. То есть, я сложно себе представляю человека, которому оружие не нравится, но исключительно из-за того, что это, типа, круто или там по каким-то другим причинам он сидит и тратит время. То есть, вот такие вот вещи уникальные и красивые можно делать только тогда, когда тебе это нравится. Вот, и, соответственно, ты точно так же не выгораешь, потому что, типа, прикол это все делать. Тут спрашивают, так все-таки, что важнее, именно моделирование или материалы, шейдинг и рендер? Ну, да все важно на самом деле. То есть, все эти вещи, они, как бы, могут быть аннулированы друг другом, грубо говоря. То есть, если ты очень классно замоделил все, то ты можешь это все угробить плохим текстурированием. Если ты, допустим, классно затекстурил, классно сделал материалы, то ты точно так же это можешь угробить плохой презентацией. Поэтому нужно все хорошо делать, на самом деле, нет каких-то конкретных приоритетов. Просто моделинг – это, скажем, менее творческая работа. То есть, ты, как бы, знаешь, какой у тебя финальный результат должен выглядеть. Вот. А с текстурами и материалами чуть-чуть по-другому. То есть, у тебя всегда есть какое-то пространство для мыслей. То есть, ты можешь либо туда, либо сюда. То есть, ты можешь собрать разные референсы, ты можешь сделать чуть-чуть темнее, чуть-чуть светлее. То есть, это более художественная работа. Вот. А моделинг более прямолинейный. Ты просто выбираешь самый простой инструмент, самый быстрый, эффективный, и им пользуешься. Мне просто тут еще кажется, что если человек хорошо рендерит и так далее, но при этом плохо моделирует, то когда он поступит на работу, у него просто проблемы начнутся. Ну, возможно. Наверное. Я просто таких не... Ты такие примеры не встречал. Я встречал другие примеры, когда чувак, типа, сам законцептил какую-то пушку. Это фиг пойми, что, как это выходит. Но вот накиндал там таких спецэффектов, дымок, там, красивый рендер, лэнсфлееры. Все блестит, все сверкает, все так офигенно. У него там собирается миллион лайков. И, типа, ну ты смотришь, ну, как бы... А там, как бы, моделинги, концепт хромает. Поэтому, я же говорю, то есть бывают разные примеры, и надо, грубо говоря, все хорошо делать. Тут спрашивают. Привет, собираюсь сделать sci-fi оружие для персонажа. Можешь дать пару советов по концептингу и скетчу? Ну, в принципе, могу. Самое главное, наверное, определиться на модели, чего ты хочешь это сделать. То есть, как бы, бывают разные типы sci-fi, на самом деле. Бывает sci-fi в стиле, там, Вульфенштейн или Doom, когда это гигантская огромная пушка на полэкрана, и вся такая громоздкая, большая. Бывает что-то более интересное, типа, как в Киберпанке или как Call of Duty Infinite Warfare, когда более приземленный дизайн, более реалистичный, но точно так же sci-fi. Нужно определиться... То есть, самый простой вариант и самый беспроигрышный, чтобы ничего не изобретать, просто сделать что-то на базе чего-то. То есть, ты выбираешь какое-то оружие конкретное, и пытаешься, грубо говоря, его трансформировать таким образом, чтобы оно выглядело sci-fi, скажем так. Хорошо. Тут спрашивают, важны ли технические навыки у кандидата на работу? Ну, конечно, важны. Ну, просто какие конкретно технические? Вот, вопрос, смотри. Привет, кастомные нормали часто используете для выравнивания шейдинга или лучшего лодирования, к примеру? Да, бывает, пользуюсь. Но я, на самом деле, не сильно люблю это делать. В оружке можно себе иногда позволить просто добавить больше геометрии и избавиться от этого вопроса. Но по факту, да, этим инструментом иногда пользуются вполне успешно. То есть это все зависит уже от художника, насколько он хорошо может попасть в рамки, которые заданы, допустим, клиентам, с использованием этих вещей или без. Я лично не самый фанат использования таких штук, потому что оно вечно слетает, вечно там как-то надо за этим нас как-то по-особому следить. Но в целом, да, инструмент очень полезный, и им можно пользоваться. И им пользуются, то есть в индустрии. Угу, хорошо. Так, здесь вот уточняют. То есть ты смотришь в портфолику, там вроде все красиво отрендерено, красиво зарендерено, а потом смотришь скрин развертки, а там кривые шелы, неоптимально запаковано. Low-polish shaded стремно, софты hard-e расставлены нелогично, нормалка вся в компенсациях, а запеклось нормально, затекстурено нормы, вот техническая база хромает. Возьмут ли такого человека? Ну, конечно, нет, конечно, не возьмут. Ну, то есть для таких вещей обычно дается тестовое. То есть на тестовом обычно все эти вещи выскакивают, и как бы все сразу видно. Но на самом деле, на самом деле, если человек делает красиво и с красивой подачей, но хромает в техническом плане, я считаю, это лучше, если он делает, допустим, все очень хорошо в техническом плане, но с художественной точки зрения у него все очень плохо. Потому что, как по мне, научить человека техническим вопросам все-таки проще, чем, допустим, привить ему какой-то художественный вкус. Потому что очень часто бывает такое, что люди не понимают, что они некрасиво делают. То есть они вроде затекстурили материалы, вроде бы им ок, но на самом деле это не ок. И поэтому объяснить это человеку как-то, это довольно сложно. Поэтому, если есть художественные навыки и финалка выходит красивая, то, в принципе, если есть желание учиться, и, понятное дело, если учишься и потом исправляешь свои ошибки, то так все равно можно. Хорошо. Тут очень часто приходили вопросы по поводу того, что я вот хочу, я вот желаю, возьмите меня на работу. Что нужно, чтобы попасть к вам в компанию? Ну, такой вопрос, как и для всех. Да точно так же, делать работы в портфолио, писать в компанию. Все. Если ты подходишь со своим портфолио, тебе дадут тестовое. Если ты там очень говоришь желанием, говоришь, что я там очень сильно хочу у вас работать, точно так, что тебе могут дать тестовое, дать возможность. Зависит от того, как ты это сделаешь. Ой, ты вот сейчас вот так говоришь, как будто нет никаких секретных секретов, чтобы попасть к вам в этот... Блин, ты меня раскусил. Да, есть секретные секреты, но я вам их не скажу. Кто же скажет секретные секреты? Да, конечно. А неэффективнее ли чисто сосредоточиться на моделинге, а все остальное, текстура, материалы и так далее, отдать другому профи? Ой, нет. Потому что я вообще вот считаю, что есть некоторые студии, где разделяют, допустим, процессы. То есть один человек делает high-poly, low-poly, а там другой человек только текстурит. Но я считаю, что это неправильно. И человек, допустим, оружейник, он точно должен знать, как все делается от нуля. То есть full pipeline нужно знать, и это очень полезно. И как бы чаще требуются такие люди. То есть чем больше ты знаешь, тем больше ты можешь выйти из ситуации, скажем так, разной. Поэтому однозначно надо все уметь. А бывает такое, что вы, допустим, ищете джунов, а к вам приходит портфолио на эту должность, но вы понимаете, что человек перерос в эту вакансию. Вы его берете? Или же говорите, что как откроется, мы вам напишем? Да все зависит от нынешнего положения в компании. Если есть куда поставить этого человека, есть для него задача, то, конечно, берем. Хорошо. То есть если говорить так, то не обязательно следить за тем, что написано на сайте, что нам нужны там только джуны, а ты у нас, типа, чуть-чуть не джун, и ты такой, ну все, я не буду писать. Писать в любом случае надо. Даже если вообще никаких вакансий нет, и ты хочешь там работать, пиши. Это только плюс будет. Тут вопрос, который как раз мы с тобой обсуждали. Как быстро джун должен замоделить такой пистолет, чтобы Евгений взял его на работу? Так главное, чтобы хорошо был сделан пистолет. Ну, я не знаю, ну, дней от 10 до 15. Если в это время вкладывается, то окей. Если нужна цифра конкретная. Это просто моделинг или с текстурингом? Нет, полностью весь пистолет. Ага, все понял. Ничего, такие сроки. Я-то думал всегда, что за день, если за день не успел, то ты просто тормоз. Да, да. Спрашивают, что значит нормалка в компенсациях? А, это там свои темы. Здесь очень часто спрашивали про то, как ты играешь и как часто. И давай, в принципе, поднимем тему, которую ты хотел поднять. Твои любимые игры. Прям я хотел. Сдал меня сразу. Ну, да, играю в игры. Я же говорю, то есть, со школы еще ранее играл в игры. Мне всегда нравилось. Я в сингловые игры в основном играл. Но любил старые RPG в стиле там Готики или там Neverwinter Nights в таком духе. Все время. Mass Effect тоже мне очень нравится. А из последних игр, вот, тоже мы до стрима говорили, что я в мультиплеерные игры в основном не играл никогда. А вот последний год я в Modern Warfare 19-го года начал играть. И в Warzone тоже. И StarCraft второй я тоже активно играю. Мне очень нравится. Ну и сингловые игры тоже стараюсь не пропускать. Какие-то большие, грандиозные. Вот как-то в инди-игры у меня пока не доходят руки. Хотя я знаю, что там сейчас очень классные игры есть. Где самые лучшие пушки? На данный момент... Ну, это у всех свое мнение может быть, конечно. Но, как по мне, в Modern Warfare 19-го года самые прикольные пушки. То есть там такие детали проработаны очень круто. То есть от буквально моделек самих до анимаций, до спецэффектов, до звука. То есть там все настолько круто сделано, как по мне, очень прикольно. И среди всех вообще игр по Call of Duty, как по мне, там очень круто сделано. То есть даже, допустим, Black Ops, которая последняя вышла, она вообще в сравнении не стоит с Modern Warfare, потому что там очень сильно заморочились. Очень круто сделали. И там пушки выглядят очень классно, как по мне. Окей. Все-таки я, человек, видимо, не понял. Что значит нормалка в компенсациях? Что значит нормалка в компенсациях? Ну вот, окей, могу показать на примере. Допустим, сейчас. То есть, когда у нас шейдинг на лоу-поле довольно-таки ровный, то есть вот мы не видим никаких особо проблем, то есть все гладенько, красиво, то это, грубо говоря, не вызывает компенсации на нормалке. То есть у тебя нормалка запечется и будет гладкая, без каких-то градиентов или больших переходов. Если же у нас, допустим, геометрия какая-то безумная становится, типа там, сейчас я попробую сделать ее безумной и некрасивой. Ну вот, появились, допустим, вот эти треугольники. И вот мы чисто визуально на материале видим вот эти вот штуки. Когда у нас будет запечка происходить, то, грубо говоря, бейкер попытается скомпенсировать вот это вот место таким образом, чтобы финальная лоу-полька выглядела как хай-поли. И чем больше вот таких вот артефактов происходит, тем больше идет компенсация. Вот. А чем плоха компенсация, тем, что в игре, допустим, у тебя есть такое понятие, как мип-маппинг, когда, допустим, модель отдаляется все дальше и дальше, допустим, от игрока, от камеры, то, во-первых, включаются лоды, более детализированные модельки оружия. И точно так же срабатывает в мип-маппинг. То есть разрешение текстуры уменьшается в несколько раз. И вот чем меньше оно становится, тем хуже оно из этого выглядит. Плюс компрессия. Когда в игре компенсируется, фу, господи, компрессируется текстура, то вот эти вот переходы и компенсации на нормалки, они тоже очень плохо выглядят. Потому что компрессия – это сжимание качества изображения. То есть ты, конечно, у себя, допустим, там, Armasetti запек в 4К, 16 бит, и типа все классно выглядит с этим. Но на самом деле, если в играх все должно быть очень легким, мало занимать места, и, соответственно, качество теряется. И вот чем больше у тебя таких вот переходов на нормалки, то при компрессии эти все штуки вылазят и видны ошибки на нормалке, скажем так. Вроде бы ответил. Да, думаю, да. Тут возвращаясь к теме портфолио, устройства на работу и прочее, а нормальная ли практика, что многие конторы просто игнорируют письма к ним? Ответа нет вообще, даже отрицательного. Да, честно говоря, не знаю. Ну, то есть, я как бы не занимаюсь HR-ством, то есть, я с HR-ами прям так не общаюсь, ну, может где-то есть, не знаю. Опять-таки, то есть, если ты сильно настойчивый и хочешь где-то работать, то если ты один раз написал, тебя не заметили, ты второй раз написал, тебя тоже не заметили, если третий раз ты написал, то тебя все равно заметят и тебя запомнят. То есть, другое дело, самое главное, чтобы у тебя качество было хорошее и если оно тоже будет хорошее, то все супер, тогда ты под, то есть, с тобой обратно свяжутся. То есть, как по мне, вообще не надо слишком заморачиваться по поводу того, что ты там куда-то пишешь, тебе как-то не ответили. Ситуации абсолютно разные бывают, на самом деле. То есть, бывает, что в данный момент, типа, ты бы подошел, просто конкретно нет проекта под тебя или нет надобности в новых людях сейчас. То есть, вообще абсолютно разные ситуации бывают. Поэтому самый лучший способ, это просто брать и писать туда, куда тебе хочется. И все. Вне зависимости от того, ищу там людей или нет. Хорошо. Тут спрашивают, не думаешь ли ты переходить на pipeline fusion плюс мой, ведь после мой low poly почти готово, только почистить нужно. ну, я же говорю, сейчас, допустим, я работаю для клиента, я работаю во fusion, потому что требование такое, и, как бы, никаких проблем в этом не вижу. Но, как я уже говорил, в Moe ты конкретное количество сечений на цилиндре не можешь редактировать. Как бы, то есть, автоматом у тебя оно не выйдет. То есть, если тебе нужно конкретное количество, ты потом, грубо говоря, этот цилиндр переделываешь. Вот. И в чем плюс вот моего подхода, допустим, через zebra, что у тебя все эти вещи уже будут настроены. Ты вот буквально каждый элемент, вот здесь вот, количество здесь сечений, количество вот этих боковых сечений. У тебя есть полный контроль над всеми этими объектами, потому что ты их делаешь заранее. Вот. Поэтому, ну, как по мне, для стадии low poly здесь больше контроля. Больше контроля, и меньше проблем. То есть, может быть, по времени это примерно одинаково занимает, но здесь более четко и более аккуратно выходит. То есть, ты знаешь, вот здесь у тебя столько, здесь у тебя столько, все окей, ты выболел, развел сетку, и все это, и конкретно знаешь, какой у тебя результат вышел. Ну, в принципе, как я и говорил, то, что наша платформа как раз таки вам показывает разные подходы к моделированию различных штук, а какой вам лично подходит, выбирайте уже сами, ребята. Да, да, абсолютно все рабочие. То есть, сейчас столько всего, столько инструментов, как бы это очень прикольно и классно. Привет, возможно, вопрос уже был, сколько объективно в современных реалиях может быть полигонов в модели ствола для первого лица. Понятно, что все индивидуально, но ведь есть нижняя и верхняя планки. Ну, да, есть, и все зависит опять от проекта, от третьего лица, от первого лица игра, то есть, по разному. от первого лица, ну, окей, до 100 тысяч треугольников, если совсем грубо говорить, то вот большой автомат какой-нибудь с кучей обвесов может потянуть на 100 тысяч треугольников, почему бы и нет. Это с обычным пайплайном. Есть еще, допустим, другие виды пайплайна, где у тебя не запекается нормалка, а весь шейдинг идет от геометрии, то там еще больше может быть. Расскажите, пожалуйста, спросов, что сейчас актуально изучать, да и вообще, что студии предпочитают и в плане удобства Max, Maya, Blender, Cinema 4D. Ну, Max и Maya сейчас самые большие стандарты в индустрии в принципе, то есть, от одних студий к другим в основном это Max или Maya. Честно, я не видел ни разу, чтобы Blender был стандартом для какой-то студии или в таком духе. Но в основном Max, Maya, ZBrush очень требуют в последнее время. Marvelous Designer тоже очень полезная вещь. Что еще такого? Какие-то движки, например, Unreal 4 тоже полезно знать. тут такой вопрос заходил, будешь ли ты делать вторую часть или даже не вторую часть, скорее, еще один урок по модерированию пушек? Ну, я, честно говоря, думал по поводу этого, но я не придумал, что мне можно сделать, чтобы что-то новое рассказать, поэтому, скорее всего, нет. А как бы делать то же самое, просто с другой пушкой я не вижу смысла. Хорошо. Хочу моделить софт очень дорогой, как быть? Ну, как быть? Так же, как и все. Но мы не будем озвучивать. Ну, конечно, нет. Так же, как и все, да. Все же как-то смогли. Тут спрашивают, то есть 6К для первого лица это достаточно экономно? Ну, смотря что, это пистолет, автомат, ну да, достаточно экономно. На 6К можно какую-нибудь гранатку сделать, например, это нормально будет. Так, опять начинается с автострачи. Substance pointer или Quixel? Так, Quixel мертвый уже. Его же вроде бы не поддерживают. Не, его же вроде как, его обновили же в том году, то, что он теперь и в текстуринг может, но вроде как непонятно, как все работает. То есть, ожидали от него прямо аналог Painter, но он не смог. А в нем, а, ну да, может быть. Ну, короче, из всех проектов, на которые я работал, везде стандарт был Painter. Вот. Я, честно говоря, ни разу не видел, чтобы кто-то что-то делал в Quixel. Не знаю. Сейчас вот Marmoset 4 вышел, и там тоже теперь можно текстурить. Кстати. Ну, тоже же как бы так чуть-чуть-чуть-чуть. Ну, да нет, вроде бы полноценно там можно. Я как бы не пробовал, на самом деле, но вроде бы можно. Ну, я не знаю, везде Substance, это стандарт. Добрый вечер. Хотел бы спросить, достаточно ли знаний Marmoset в качестве проверки текстур при работе в студии, или же нужно изучать интеграцию их игровой движок? Ну, по-разному бывает. для начала, возможно, их хватит, на самом деле. Можно еще изучить Unreal, потому что он бесплатный и относительно простой. Бывает очень часто, что в разных студиях на своих проектах какие-то свои кастомные движки, и тебе придется разбираться в них. И поэтому, ну, как бы, да, полезно Marmoset знать, но в любом случае это не какая-то высшая математика, разобраться это можно будет в этом. В высшей математике тоже можно разобраться. Но не мне. Понятно. Тут тебе говорят, что хотели увидеть Тутер по карабинам и винтовкам, а ты вот так всех обломал. Так что вот тебе идея, уже очередь стоит из будущих покупателей. Какая разница? Я просто, вот всегда я, когда Тутер, вот по Тутеру что-то делал, я на самом деле не сильно понимаю тех людей, которые сейчас берут Тутер и делают вот буквально то же самое. Как по мне, то есть это не самое эффективное использование, скажем, времени своего. То есть я, когда, допустим, пушки по Тутеру делал, я всегда делал что-то похожее. То есть, допустим, не конкретно вот ту пушку, которую делают, а что-то свое. И это намного полезнее, потому что ты сразу эту информацию интерпретируешь и пытаешься спроецировать на свою задачу. и таким же образом у тебя возникнут какие-то дополнительные вопросы, которые ты будешь потом сам гуглить, изучать, допустим, или находить. А Тутер, он как бы, да, он тебе в целом дает какую-то информацию и ты вроде бы как около него движешься. но, как по мне, намного эффективнее исследовать Тутеру со своим конкретно, с более другим объектом. Более другим. Спрашивают, почему у вас любимая тема это модели гранат? Как? Откуда вы узнали это? Опа! Ну-ка, расскажи! Я не знаю, это впервые слышу такое и впервые слышу о том, что я люблю гранаты. Хорошо. Тут если у тебя комп слабый, есть ли вообще смысл начинать заниматься 3D, то есть настолько слабо, что даже Substance Painter не запустился или без нормального компа в 3D лучше и не суваться? Ой, ну это такой вопрос. Там можно, конечно. Можно, просто это будет тяжело. Я просто тоже на самом деле не суперфанат каких-то супермощных компов. У меня 1070Ti и как бы мне ок. У меня памяти 24 гигабайта и как бы мне этого хватает, чтобы делать вот все, что у меня в портфолио есть. Я как бы не сильно заморачиваюсь по поводу каких-то супермощностей. Лишь бы игры у меня на максималках работали и того компа, что у меня сейчас есть, мне хватает. Поэтому главное, что есть желание и как бы будешь делать. Я свои первые работы вообще на такой картошке делал, что ужас просто. Медленно было, долго, но сделал же. Поэтому, если есть желание, можно сделать. Тут советуют человеку, который задал этот вопрос, что за 40К можно собрать в принципе нормальный системник, но при этом человек говорит, что за такие деньги даже видеокарту нормальную не купишь. Какой системник? В смысле нормальную видеокарту не купишь? 10,50 вам хватит вполне для работы в том же собственности на первое время? Ну, что-нибудь простое делать, да, хватит. Вполне себе. Да всегда можно найти выход из какой-либо ситуации. Я помню, когда у меня до этого прошлая видеокарта была, я не помню, какая-то уже была у меня с этим проблемы. Я только начинаю себе готовить апгрейд, я сразу начинаю разбираться в этих вещах, а потом, когда я себе комп поставил, то я сразу забываю все и мне уже все равно. Но вот на прошлом компе я свою зеленую винтовку делал R15 и каждый UV-сет 4K был и мне приходилось каждый UV-сет сохранять в отдельном Substance Painter файле, чтобы он не сжирал всю память и не крашился. Но тем не менее сделал, не вопрос, все вышло, все нормально. Поэтому опять желание. В принципе, я думаю, мы все осветили плюс-минус. Мне кажется, можно закругляться, ты как думаешь? Ну, в принципе, да. Или ты хочешь еще что-то дополнить? Да фига его знать, не знаю. Вроде как-то сумбурно я рассказал все, что по поводу своего пайплайна. Если есть какие-то вопросы по поводу этого, то я готов ответить, ну, все. Что ты скажешь? Ну, в принципе, все. Тут, я думаю, народ, пару минут еще и можете задавать пока свои вопросы. А, тут спрашивают, используешь ли ты резом UV? Да, да, использую. Он лучше всех пакует, поэтому использую. Давай так, последний вопрос, наверное, от меня. смотри, вот у вас, я не могу выговорить это, Ulys Ulys Graphics. Ulys Graphics, да. Допустим, если кому-то придет в голову устроиться, господи, так говорю, кому-то придет в голову устроиться к вам, то какие требования нужны под того же Джуна, то есть, какой нужно знать софт, точнее, желательно, какой софт знать, какие навыки должны быть и сколько, ну, не сколько работ, сколько работ ты уже ответил, нужно иметь в портфолио. На что вы в первую очередь обратите внимание, то есть, вот, у нас есть три работы в портфолио и какой софт нам нужно знать, чтобы к вам попасть? Да, ну, это такой сложный вопрос, на самом деле, я считаю, что если ты способен сделать full pipeline, asset, допустим, вот пистолет или что угодно, какой-нибудь проб с самого начала от high-поли до low-поли и до текстуринга, и при этом, чтобы это все было более-менее неплохо, то я считаю, ты можешь пробовать, потому что я помню, когда я пробовался в Улис, я был максером, и мне тестовые дали, чтобы было в майке, и я взял и сделал в майке, как бы, опять, если ты знаешь, как работает хотя бы одна программа 3D, то ты, как бы, никаких проблем у тебя сильно не возникнет с перехода на другую, и инструменты везде примерно одинаковые, поэтому... ну я просто к тому, что ты же по итогу перешел же в мае, ну, потому что просто задолбал, наверное, туда-сюда кидать из макса в майку. Ну, да, ну, опять, понимаешь, просто есть конкретный проект вот такой, а потом, допустим, у нас точно так же есть проекты под макс, и ты такой, типа, окей, то есть я бы делал под макс, если был бы на других проектах, поэтому, ну, как бы, нет такого, что ты там обязан знать там только это, а другого нет, ну, макс или май, если ты знаешь, то тебе этого хватит уже, окей, то есть Substance Painter обязательный, потому что, ну, как бы, по другому текстуре сейчас сложно себе представить. Если ZBrush знаешь, то это будет большой плюс. Ну, как бы, наверное, и все. Так, ну, в принципе, других вопросов нету. Спасибо, что пришел, спасибо, что смотрели, ребят, провели эти полтора часа с нами. Если у вас будут какие-то вопросы, оставляйте в комментариях, мы их все читаем, и на те, которым возможно ответить, отвечаем. Делитесь видео, нам это помогает в продвижении канала, также ставьте лайки, и я думаю, всем пока. Спасибо вам, что позвали, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,